Здравствуйте! Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Холод. Кого он спасет от смерти? Если ты не перемерз, а немножко подморозился, это полезно для энергетики. 170 градусов ниже нуля. Кто из звезд эстрады готов искупаться в жидком азоте? Я чувствую дрожь такая по телу. Вибрации какие-то пошли. Покалывания. Ледяная вода. Идеальные лекарства или сказки старого моржа? Я тяжело заболел. Они сказали мне, жить будешь полгода. Мультфильмы-убийцы. Как японские аниме толкают детей на суицид? Это изображение, содержащие сцену насилия. И почему психологи запрещают детям смотреть телевизор? У них портятся мозги от этого. Существует ли венец безбрачия? Этот термин был придуман в 1992 году. Холод. Смертельно опасен для всего живого. Или именно в нем заключается секрет молодости и даже бессмертия человека. Правительство России готово выделить многомиллионный грант на исследование по заморозке живых существ. Но как понять, когда мороз полезен, а когда вреден для нашего организма? Заморозка, закаливание, лечение холодом. На что только не идет человек ради продления молодости и в поисках вечной жизни. Сегодня многие наши знаменитости сходят с ума от новой косметической процедуры под названием крио-сауна. Так что же такое крионика? Наука будущего или обыкновенное надувательство? Я говорю, какой-то вот послеэффект у меня пошел. Там была эмоция, а сейчас вот я чувствую дрожь такая по телу. Вибрации какие-то пошли. Покалывание. Минус 170 градусов. При этой температуре отказывается работать даже техника. А способен ли человек выдержать такой мороз? Певица Ирина Ортман выдержала. Ирина просто меня восхитила. Она с первого раза простояла 3 минуты, что большая редкость. Вероятно, секрет в том, что Ирина выросла на Алтае. И как настоящая сибирячка, холода не боится. Я утром и вечером выходила на улицу в минус 30-40 с двумя ледяными ведрами воды. И ежедневно обливалась. Обливалась. Стройная, молодая и здоровая. Крио-сауна Ирине Ортман в общем-то ни к чему. Просто певице было интересно поучаствовать в нашем эксперименте. Часто в нашей деятельности звучит фраза «ты как заморозилась», «ты как замороженный». Многие люди действительно на протяжении 10-20 лет, они как-то вот в одной паре, они меняются. И теперь я поняла истинную фразу, почему она так звучит. Ледяная терапия сегодня на пике популярности. Врач Виталий Морозов шутит. Человеку с его фамилией просто суждено было изучать свойства низких температур. Он утверждает, крио-сауна – лекарство от многих болезней. Это и хроническая пневмония, и бронхиальная астма, и хронический бронхит. Это практически весь спектр заболеваний кожи. Экзема, псориаз, нейродермит, дерматит. Заболевания мужской, женской, половой сферы. Холод заставляет работать все клетки организма. И, как говорят в народе, разгоняет кровь пожилом. Морщины разглаживаются. Человек ощущает здоровый прилив энергии. В таком случае, почему у криотерапии так много противников? Крионика. Сохранение в состоянии глубокого охлаждения людей и животных в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости вылечить. Традиционные крещенские купания 2013 года жители сибирского города Бердск запомнят надолго. Столбик термометра упал до отметки минус 32 градуса. 29-летний мужчина решил окунуться в прорубь. Он умер от остановки сердца. Что же заставило молодого человека пойти на смертельный риск? Сначала происходит серьезное нарушение сердечного ритма вплоть до остановки сердца. Когда человек впервые ныряет в прорубь, из него уже не выныривает. Целительные свойства холода известны издревле. Недаром существует традиция. После жаркой баньки – да в ледяную прорубь. Но это особое лекарство, предупреждает Сергей Максимов. Одному из самых известных моржей России недавно исполнилось 80 лет. Кстати, по прогнозам врачей, он уже 40 лет как должен был умереть. Я тяжело заболел, и они сказали мне, жить будешь полгода. А я подумал, мне 40 лет, а мне полгода жить осталось. Дай-ка, я думаю, сам буду заниматься природными методами. Иглоукалывание, массажи, медитация и голодание. Смертельно больной Сергей Максимов испробовал десятки методов самолечения. Самым результативным оказалось купание в проруби. Вода вся – живой организм. Там все микробы, бактерии. Льдом покрывается эта вода, и ледок плюс 4 градусов. Это всё выпадает в осадок, и она настолько становится чистой, полезной и невредной для нашего организма. И всё же однажды холод чуть не погубил знаменитого моржа. Это случилось ещё в Великое Отечество. Фашисты убили родителей Сергея Максимова и взорвали дом. Мальчик целую ночь прятался в затопленном ледяной водой подвале. Меня в больницу направили, и слышу, врачи говорят, что у меня крупозное воспаление лёгких. И, говорит, он безнадёжен. Максимов чудом выжил. Но с тех пор усвоил одну истину – во всём нужна мера. То же самое своим пациентам рекомендует и врач Андрей Полеров. Я бы посоветовал людям так потихонечку начать обливаться. Не так, чтобы мы там собрались 19 января, 100% нырнул и 50% вынырнул. Первым в истории официально замороженным человеком стал профессор психологии Калифорнийского университета Джеймс Бетфорд. Он умер 12 января 1967 года. От рака почек и завещал 100 тысяч долларов на дальнейшие исследования в области криоконсервации. Тело учёного поместили в специальную камеру с жидким азотом. И по сей день его останки находятся в криокапсуле. В России первым официальным криопациентом стала учительница математики из Петербурга. Правда, в криокамеру поместили только её мозг. Она говорит, знаешь, тело моё старое, вот если будет возможность, я не знаю, получится выращивание органов или нет, но я бы хотела, чтобы меня возродили в теле киболка. Директор криохранилища Валерия Удалова верит в то, что рано или поздно учёные откроют способ размораживания живого человека. Входит живой человек. Раз, там, не знаю, наркоз, три минуты, он заморожен, отправили на дальнюю галактику, разморозили, он пошёл там осваивать новую планету. Огромная капсула под названием Анабиоз-1 и десятки криостатов. Так выглядит первое и пока единственное в России криохранилище. Сегодня здесь уже больше двух десятков замороженных, пожелавших обрести бессмертие. Остановим ситуацию до того, как технологии будущего, нанотехнологии, смогут восстановить жизнедеятельность человека. То есть с помощью регенеративной медицины вырастет тело и с помощью антихнологии смогут восстановить личность человека. Учёные уже многому научились. С помощью жидкого азота хирурги делают сложнейшие операции и удаляют опухоли. В косметических салонах холод используется в десятках омолаживающих процедур. Но крионика пока совершенно новое направление. Здесь ещё работать и работать. Я шучу иногда, что оживлённых криопациентов десятки, может быть, сотни тысяч. Дело в том, что люди, которые родились после замораживания эмбриона в жидком азоте, а таких уже десятки тысяч, это, так сказать, криопациенты только в стадии эмбриональной оживлённой. С заморозкой и оживлением небольших и относительно простых организмов наука действительно справилась. Другое дело – человеческое тело. Затвороню. Потому что вы этого не понимаете, извините. Так вот, они, те, которые это говорят, они не понимают физического процесса. Как это происходит? Человеческий организм уникален. Каждая клетка в нём живёт своей жизнью. Поэтому при заморозке все органы ведут себя по-разному. Одни клетки замерзают быстрее, другие – медленнее. Если кристалл образуется, то клетки, значит, разрушаются. Значит, даже добавляют вещество, которое противодействует образованию кристаллов. Но оно является токсическим. И если просто добавить клеткам это вещество, то через некоторое время клетки умутут, потому что это отрава. Заведующий отделом клеточных культур Института цитологии Георгий Пинаев недоумевает. Как креоники планируют в будущем оживлять эти отравленные клетки? Не говоря уже о других проблемах, вроде умершего мозга. Есть животные, которые живут в арктических условиях, но они живут, они не заморожены. То есть у них есть приспособление какое-то. Но человек, который существует, у него никаких приспособлений нет. Знаменитый полярник Артур Челенгаров мог погибнуть от холода десятки раз. Но в свои 74 он все еще полон сил. И как никто другой знает о том, что такое ниже нуля. Все, что делает человек в небольших количествах, это полезно. Поэтому если ты не перемерз, а немножко подморозился, это полезно для энергетики. Как стекло. Московский кулинар Артем Апрелов в детстве любил поэкспериментировать с разными реагентами и химикатами. Это хобби пригодилось и во взрослой жизни. Вот в данный момент при контакте с кислородом сжиженный азот закипает. Температура кипения минус 150,8 градуса. Изысканный вкус и неповторимая пышная консистенция. Мороженое от Артема Апрелова считается лучшим в России. Но мало кто знает, секрет в жидком азоте. Если просто молочный продукт засунут в морозилку, физика возьмёт своё, и сливки разложатся на жир и лёд. Но если заморозить это при минус 159 градусах и за несколько секунд, то кристаллы не успевают образовываться, и получается самый совершенный вкус. Жидкий азот идеален не только для приготовления блюд, но и для сохранения продуктов. Проблема лишь в том, говорит Апрелов, что всё живое при этом погибает. Кулинар это проверил лично. Однажды он случайно пролил жидкий азот на руку и получил серьёзный ожог. Даже если сейчас будет заморожена чья-то голова, то может даже лет через столько технологию возвращать, они скажут, ну заморожить надо было по-другому. Да, возможно, какую-нибудь ДНК можно будет выделить, но человека воскресить с его сознанием, с его памятью, с его привычками, это невозможно. 20 сентября 2002 года на Кавказе в 20.15 по местному времени произошёл сход ледника «Колка». За несколько минут он стёр с лица земли всё, что находилось в Кармадонском ущелье. Под 300-метровым слоем льда и камней погибла съёмочная группа Сергея Бодрова-младшего. Кармадонская катастрофа – это феноменальнейшее природное событие. Нигде и никогда горный ледник не был выброшен из своего ложа с огромной скоростью. Масса ледника около 200 миллионов тонн. Это примерно 90% льда воды и 10% каменного материала. Учёные-глицеологи утверждают, через 12 лет ледник растает. А что, если произойдёт чудо, и под гигантским слоем льда удастся найти останки погибших людей? Известный российский глицеолог Лев Десинов считает эту версию фантастической. Более 100 километров в час и бешено вращающийся ротационный поток. А перед ним мощная воздушная волна. То есть всё, что попадает в этот поток, разбивается на граммы, на молекулы. Никаких шансов, конечно, ни у кого спастись не было. Так что же такое лёд? Идеальный убийца? Эффективное средство сохранения вечной молодости или даже бессмертия? Неужели желание обмануть время и воскреснуть в будущем сильнее здравого смысла? Лично я не верю в то, что холод – это великая загадка Вселенной. И тем более не верю в разные экзотические способы сохранения жизни с помощью холода. По крайней мере, пока. Оживлять замёрзшие тела учёные ещё не научились. Как западные мультфильмы зомбируют наших детей? Дети превращаются в роботов, и даже у них язык чудовищный. И за что Уолт и Диснея называли пропагандистом Третьего Рейха? В основном мультфильмы, в которых главные герои вели себя как преступники, как тяжёлые душевные больные. Знаменитые холостяки. Неужели кто-то проклял их? Может, уехать в деревню, завести себе корову и жениться на доярке. И как бабушкины советы мешают выйти замуж? У этой девушки будут огромные проблемы в устраивании семей и семейного счастья. Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Том и Джерри, Никки Маус, Симпсоны, японские аниме. Помню, как в 90-е годы прошлого века эти зарубежные мультфильмы появились на наших экранах. И произвели сенсацию. Смотрели, не отрываясь. Это было для нас ново, и уже поэтому интересно. Но к чему мы пришли 20 лет спустя? Поколение с клиповым сознанием и расшатанной психикой. И виной тому мультфильмы. Так утверждают психологи. А что, если это правда? В декабре 2010 года на главной площади Симферополя торжественно зажгли новогоднюю елку. Гори! Наступающим Новым годом, Симферополь! Но новости следующего дня были совсем не праздничными. В одном из крымских сел покончил с собой 10-летний школьник. Следователи заявили, это случилось после просмотра японского мультфильма аниме. По сюжету у героя умерла мать, и он покончил с собой. Украинский школьник воплотил сценарий скандального мультика в жизнь. У него несколько лет назад погиб отец. Поскольку это совершает герой, а герой всегда для ребенка, особенно для маленького, несмышленного. Это эталон, значит, он будет подражать ему. За последние годы в мире были зафиксированы десятки самоубийств фанатов аниме. Неудивительно, считают психологи. Зачастую это очень жестокий мультфильм, напичканные сценами насилия. Это, в первую очередь, хентай и манго. Это изображения, содержащие сцены насилия. Большей частью это порнографические мультики, порнографические изображения. И основным объектом является несовершеннолетняя. Исполнительный директор Российской Лиги Безопасности Интернета Денис Давыдов провел собственное расследование. Результаты воздействия аниме на человека он отправил в Роскомнадзор. Эксперты немедленно вынесли безапелляционный вердикт – запретить. Сейчас все эти мультфильмы, которые размещаются в интернете, запрещены для распространения. И они будут блокироваться и удаляться из российского сегмента интернета. Но неужели корень зла только в японских аниме? И правда ли, что мультфильмы так опасны, как их молюют? В 1940 году американские аниматоры Уильям Хана и Джозеф Барбера создали пилотный выпуск мультфильма под названием «Кот получает пинка». Ау! Ау! Мультфильм вышел на экраны под брендом «Метро Голден Майер». Первые же выпуски взорвали эфир и принесли небывалые рейтинги. Водушевленные успехом, аниматоры Хана и Барбера выпустили больше сотни серий под общим названием «Том и Джерри». Знаменитая серия «Том и Джерри», где без конца там умный и якобы умный и хитрый мышонок гоняется за полным идиотом, значит, несчастным котом, который его там в 10 раз больше, но он его без конца колошматит, и бог знает, во что его превращают. На первый взгляд здесь всё правильно. Добро побеждает зло. Безобидный и забавный мышонок даёт сдачи большому и злому коту. Тогда почему российские психологи выступили против показа этого мультфильма? К сожалению, психология смешного, она очень часто замешана на, так сказать, издевательстве одного человека, вообще одного объекта над другим. Ну, вот как бы мы к этому ни относились. Подставил подножку – смешно, да? Ну, больно-то тому, кто упал, а смешно всем остальным. Почему? За время своего существования «Том и Джерри» получил 7 премий «Оскар». А что получили дети? Скорбное бесчувствие – это один из главных признаков шизофрении. Опять же, здоровым людям, тем более детям, у которых ещё психика недосформирована, навязывается мирочувствование тяжело больного. Детская психика сверхуязвима. Она только начинает формироваться. И очень важно помочь ребёнку развиваться правильно. А жестокие мультфильмы приводят к необратимым психическим травмам. Они приводят и к повышению агрессивности у тех детей, которые склонны к агрессии. Да, они приводят к патологическим страхам у тех детей, которые склонны бояться. Но они приводят ещё к очень страшной вещи – к окаменению сердца. В 2002 году в семье московского юриста Игоря Смыкова разразился скандал. Его 6-летний сынишка после просмотра какой-то программы ПТВ попросил у родителей кокаин. И это было только начало. И вдруг маленький мальчик, 6 лет, начинает разбегаться по коридору и ногой своей маме в живот, в облазь груди бьёт. Ну, отец пришёл в недоумении, и один из друзей ему посоветовал, говорит, «Ты посмотри, какие он мультфильмы смотрит». И вот отец посмотрел и увидел, что ребёнок смотрит мультфильмы «Симса». После этого ЧП семейного масштаба Игорь Смыков подал в суд на телеканал, транслировавший «Симпсонов». И потребовал компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Были экспертизы о том, что там есть и пропаганда наркотиков, и пропаганда и распущенности такой сексуальной, и вообще ненормативное поведение в семье. 1 апреля 2005 года Хамовнический суд Москвы признал, что «Симпсоны» безобидны. Иск был отклонён. Его смотрят люди в основном от 25 до 35 лет, его основная аудитория. Им он интересен, для них он предназначен, он поднимает социальные проблемы. Известный российский мультипликатор Андрей Бахурин уверен, скандал с «Симпсонами» разразился из-за неправильного восприятия сериала. Это сатира. И этот сериал находит свою аудиторию. Адвокат Лариса Павлова после судебного процесса над «Симпсонами» стала экспертом в вопросе, как жестокие мультфильмы влияют на детскую психику. И даже иногда консультирует коллег. У меня есть коллега-адвокат. У меня есть внук 4-летний. И она мне говорит, вы знаете, Лариса Активистовна, я просто поражена своему внуку. Ему нравятся отрицательные герои. 4 года. Выяснилось, что малыш смотрел мультфильмы про ведьм и вурдалаков, а самыми любимыми у него были покемоны. Известен случай, когда после просмотра японского мультфильма о покемонах одновременно у какого-то количества детей были эпилептические припадки. Очень многие дети, конечно, впадают в депрессивное состояние, когда видят вот такие кошмарные мультфильмы. Где какие-то уже даже не люди, а демоны являются героями. Детские психологи бьют тревогу. В телепузиках навязывается подмена понятий «мужчина-женщина». Неправильное воспитание отношения полов. И если маленький мальчик, ну, попытается вдруг надеть детское платье, ну, в жизни, да, ему что скажут? Ну, ай-яй-яй, ты же мальчик, зачем тебе? В этой серии телепузик надевает женское платье. Это подаётся как что-то очень такое милое, забавное, как бы там идёт такой радостный какой-то смех. То есть положительное подкрепление. Покемоны и другие странные анимационные герои – ничто иное, как пропаганда уродцев и бесполых андрогинов. Так утверждают некоторые психологи. И подкрепляют свои выводы аргументами. Обратите внимание на этот график. Учёные Российской академии наук исследовали уровень агрессивности в современных мультфильмах. Так вот, больше всего агрессии в американских сериалах, таких как «Том и Джерри» и «Лилу и Стич». А, кстати, скандальные Симпсоны где-то в середине отрицательного рейтинга. Но при этом учёные утверждают, что этот мультфильм разрушает семью. Мультфильм «Красавица и чудовище» – один из шедевров Голливуда. Но даже в нём есть сцены, настораживающие экспертов. В одном из кадров там мелькает женщина с ребёнком. На фоне стройной и бездетной красавицы мать нарисовали толстый и старый, по мнению психологов. После этого у девочек подсознательно формируется ощущение, что материнство вредит здоровью и красоте. А значит, нужно отказаться от продолжения рода. Я думаю, что это один из путей сокращения населения в мире. Мне кажется, что те, кого сегодня называют мировой элитой, особо богатые, особо властные, безумные люди, вот эта безумная кучка людей, они больше всего боятся перенаселения на планете. А кто же они такие? Люди, манипулирующие сознанием детей с помощью мультфильмов. В 1929 год. В США выходит на экраны мультипликационный фильм «Танец скелетов». Кинозалы переполнены. Конечно, это же режиссура самого Уолта Диснея. Это были сюжеты, явно адресованные взрослым людям. Ресторан, адюльтеры, флирт и так далее. Но для кого работал Уолт Дисней? Мало кто знает, что знаменитый мультипликатор с детства не любил евреев, потом ненавидел коммунистов, а в зрелом возрасте выступал против чернокожих. Мало того, Уолт Дисней симпатизировал нацистам, а Гитлера называл классным парнем, который спас свою страну от большевиков, ликвидировал безработицу, провел Олимпиаду, приструнил гомосексуалистов и проложил автобаны. Доподлинно известно, что Уолт Дисней сотрудничал с министром пропаганды фашистской Германии Йозефом Геббельсом. Лидеры Третьего Рейха открыто называли Диснея популяризатором нацистских успехов. Историки утверждают, советское правительство об этом знало. Поэтому в СССР Микки Мауса и его друзей не показывали. В начале 20 века свою агрессию Уолт Дисней выплескивал исключительно в США и Германии. В Америке были случаи, когда не только школьники расстреливали своих одноклассников, но были случаи, когда дети дошкольного возраста расстреливали своих сверстников в детских садах. Где они этому научились? Ведь не родители же их учили такому страшному криминальному поведению. В основном мультфильмы, в которых главные герои вели себя как преступники, как тяжелые душевные больные. И дети скопировали это поведение. В Советском Союзе это понимали. И финансировали на Союзмультфильме только добрые сказки. Юрий Норштейн в свое время создал легендарный мультфильм «Ежик в тумане». Критики до сих пор называют его непревзойденным анимационным шедевром. Но сейчас такое искусство малышам неинтересно, сожалеет художник. А потому что слишком хочется бабла, слишком хочется гламура, слишком хочется удобства. Вы посмотрите на рекламу сегодня, о чем они все кричат. «Ежик в тумане», «Крошка-енот», «Паровозик из Ромашкова» – Эти истории лишены агрессии, к которой уже привыкли многие современные дети. Может, поэтому многие добрые отечественные мультики кажутся им скучными? «Зрелищный момент, он очень убедителен. Он более убедителен, чем словесный. Потому что тебе дают правила и пример. И ты следуешь четко этому примеру. Детство вообще жестокая вещь. Если тебя вовремя кто-то не отдернет, не остановит, ты так и перейдешь по ступеням жестокости к ситуации, когда ты вообще перестанешь понимать, что такое сострадание, что такое чувство». Актриса Ольга Дроздова однажды случайно услышала разговор двух малышей. Дети насмотрелись мультфильмов о роботах и общались в той же манере, что и их любимые герои. «Когда там дети превращаются в роботов, и даже у них язык чудовищный, они друг другом разговаривают. Ну, так как вот я себе ослышала, чтобы мой сын разговаривал с детьми, ну, это большое было бы наказание». Ольге нередко говорят, она слишком консервативная мама. Но актриса сознательно воспитывает своего сына Елисея по старинке. Приучила его читать живые книжки в бумажном переплете с нарисованными картинками. Они развивают воображение, заставляют думать. «Недавно была история, когда они плыли, ну, там, на море, бегали, там девочка от него на круге уплывает, уплывает, и вдруг он ей кричит вслед, «Куда ты, душа моя?» И сляхт в Одессе. Весь пляж просто рухнул, потому что никто не ожидал, да, что... Он говорит, а что это? Он говорит, ну, так книжки Пушкина читает, мультики смотрит. Известный российский журналист Александр Минкин убежден, телевизор вообще не для детей. «Дело в том, что маленьким детям смотреть телевизор вообще категорически вредно, ужасно вредно. У них портятся мозги от этого». Минкин написал статью на эту тему. Название «Под властью маньяков» говорит само за себя. Мир мультфильмов давно уже не добрая и сказочная страна. Это бизнес. Сегодня, когда снимают какой-то мультфильм, то рядом идут майки, игрушки. Значит, к черепашкам на экране в магазине появляются пластмассовые черепашки. И это индустрия. И продажа вот этих пластмассовых игрушек приносит больше, чем сам мультфильм при прокате. Утверждать, что с помощью детских мультфильмов можно контролировать рождаемость на земле, слишком смело. Думаю, жестокость в анимации скорее следствие погони за прибылью. Зло легче продать. Это проще и быстрее. Выходит, родителям остается уповать на самих себя. Пожалуйста, берегите своих детей. Обращайте внимание на то, что они смотрят. Существует ли венец безбрачия? Может, уехать в деревню, завести себе корову и жениться на доярке. И как его снимают за большие деньги? Одна сейчас стоит 40 тысяч рублей. Это безумие. Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. У меня в руках серебряное кольцо. Его следует три дня носить на безымянном пальце правой руки, затем опустить на ночь в воду. Утром эту воду перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Спрашивается, зачем все это? Оказывается, по пене на воде можно узнать о венце безбрачия. Что это означает? Существует ли вообще так называемый венец безбрачия? И как от него избавиться? 25 лет. С точки зрения эзотериков, это знаковый возраст для человека. Если до сих пор не нашел свою половинку, дело плохо. Первый признак – венца безбрачия. Мы экстрасенсы видим, чувствуем, ощущаем, откуда он берется. Чаще всего это родители, например, девушки попадали в любовный треугольник. Например, отец изменял своей жене. Официальная психология оперирует другими терминами. И называют это проблемой построения семейных отношений. Эта программа «Одиночество» закладывается в глубоком детстве. Это идет как следствие какого-то не очень правильного воспитания. Не дай бог, там мама или бабушка были обижены на какого-то представителя мужского пола. Все гарантировано, без всякой магии, что у этой девушки будут огромные проблемы в выстраивании семьи и семейного счастья. Писательница Юлия Шилова, автор романа «Венец безбрачия», уверена, проблема построения семейных отношений возникла в современном обществе из-за смены ролей – женщины и мужчины. В наше время, когда мы все верим этим экстрасенсам, все верим в чудеса какие-то, в колдовство, это довольно распространено, где любая женщина скажет, что проблема даже не в том, что сейчас мало достойных мужчин, а проблема в том, что нам не вот этого проклятия рода. По закону рынка спрос рождает предложение. Сценарий любовных неудач современного человека давно прописан. Неразделенная любовь на работе или роман с несвободным коллегой, разочарование, снова роман и снова обман. Финал почти всегда одинаков. Посещение экстрасенса или психолога. Наверное, поэтому на сегодняшний день все колдуны, многие колдуны наши, многие гадалки, экстрасенсы, они достаточно хорошо живут. Писательница Юлия Шилова вспоминает. Ее очень успешная в бизнесе, но одинокая подруга каждые выходные стала пропадать в какой-то глухой деревне под Калугой. Оказалось, что женщине пообещали там снять венец безбрачия. Узнав подробности, Юлия пришла в ужас. Отдали какой-то сверток, которым должна была 12 часов ночи, на какой-то могиле там закапывать. Какие-то свечи нужно было покупать. Одна свеча стоит 40 тысяч рублей. Это безумие, которое надо было жить у себя на дому. Росту выполнил мою. Да меня ты не смелее. Вот и встала рядом и пою. Певица Наталья Нурмухамедова рассказывает. Про каждого ее нового мужа мама каждый раз говорила. Хороший мальчик, любит тебя, но сильно молодой. Готовься. И Наталья всегда была готова и к разрыву, и к новым отношениям. Я напивала себе мужей, потому что если есть у человека талант, он как-то привлекает людей, я теперь-то понимаю, менее талантливых. И так и получалось, что всегда вокруг меня мужья, они были менее талантливы. В ее паспорте 9 штампов о браке. Но ни с одним из избранников Наталье не удалось выстроить настоящих отношений. Всем своим мужчинам певица помогала. Занималась их карьерой, знакомилась с нужными людьми. А в итоге осталась одна. Я, наверное, выбираю сама все, приукрашиваю. Я прям думаю, ну все, последний брак, вот это то, что мне нужно. Спокойный, он такой, ну, не сильно эмоциональный. Когда вот краски мои заканчиваются, и получается, что человек совсем блеклый. Что лучше? Вовсе не иметь никаких отношений? Или каждый раз вспыхивать и вновь разочаровываться? И почему одним удается встретить свою половинку сразу, а другие всю жизнь ведут поиски? По статистике, самые счастливые и долго живущие россияне – это женатые мужчины. За ними идут незамужние женщины. А самые несчастные и рано умирающие – женщины замужние. В ходе переписи населения 2002 года социологи заметили одну нестыковку. Количество женатых мужчин в среднем на 10% меньше, чем количество замужних женщин. Откуда взялись эти самые 10%? Возможно, женщины и мужчины по-разному воспринимают сожительство без регистрации. Нельзя исключить и то, что примерно каждый десятый мужчина живет на две семьи. Ведь недаром в известной песне поется, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Елене Синицыной 43 года. В ее жизни до сих пор не было ни белого платья с фатой, ни лимузина с шампанским. Вроде успешный маркетолог, дом – полная чаша, дочка – умница. Но пока делала карьеру, все знакомые и интересные мужчины нашли себе жен. Мне встречались различные совершенно мужчины. Это были мужчины разного возраста, разных профессий, разные по характеру. Многие из них мне были симпатичны, в некоторых из них я влюблялась. Два раза в жизни отношения доходили до предложения руки и сердца. Но в самый последний момент словно злой рок вмешивался в судьбу. В конце концов, Елена решила разобраться, почему ей не удается завести близкие доверительные отношения с мужчинами на протяжении стольких лет. Чтобы выяснить это, мы повели Елену к нескольким специалистам. Сначала идем на прием к экстрасенсу. Это может быть я не разбираюсь в людях и делаю изначально неправильный выбор? Или это все-таки что-то действительно, как вы говорите, связанное с концом безбрачия? Я могу точно сказать, что причина не в вас. Дело не в том, что вы не умные и не можете понять, кто ваша вторая половинка. А все-таки проблема заключается в том, что внутри вас и на вашем поле, на вашей судьбе есть чужое влияние. Мы называем это порча на одиночество или внец безбрачия. А также это называется еще зависть, когда очень много завидуют. Следующий наш эксперт – Денис Холодницкий. Он называет себя черным магом и сразу предупреждает. Венец безбрачия ни диагностировать, ни тем более снять он не сможет. Венец безбрачия в принципе не существует. Этот термин был придуман в 1992 году одной из моих коллег. Чтобы объяснить те совпадения, которые происходят у людей, в какую-то новую фишку. Это бренд. То есть, если с человека нужно снять венец безбрачия, то это сразу хороший заработок. Тем не менее, Холодницкий осматривает Елену на предмет возможной порчи или сглаза. Может быть, злые слова завистников, сказанные в спину, обернулись неудачами в личной жизни. Если мы говорим о воздействиях, то можно сделать порчу. Порча это делается на совсем юную девушку, когда она еще девственница. И тогда у этой женщины по жизни не будет мужчин. У вас же этого нету абсолютно. У вас все в порядке. Вывод Дениса парадоксален для эзотерика и больше похож на рекомендацию психолога. Елена научилась вести бизнес и строить карьеру, но абсолютно не умеет строить отношения с мужчинами. Наш следующий эксперт – специалист по семейным вопросам Валентина Закоцолу. В простонародии – профессиональная сваха. Она сразу интересуется, какие требования Елена предъявляет к потенциальному жениху. Мне очень симпатичные мужчины, которые достаточно самоуверенны, которые уважают женщину, которые готовы к отношениям. Психолог утверждает – мужчины опасаются самостоятельных женщин, которых невозможно ничем удивить. Есть правила трех встреч. Первая встреча – это физика и химия. Вторая встреча – это вы понимаете больше о мужчине, что он из себя представляет. И третья встреча – готовы ли с ним идти в отношения. Выйти замуж не напасть. Как бы замужем не пропасть, считает писательница Юлия Шилова. Ведь успешная, красивая женщина средних лет нередко сама становится желанной добычей лентяев и альфонсов. Женщины оказались более приспособлены к условиям выживания. Они стали более успешны, чем мужчины. С самостоятельными, успешными, но, увы, одинокими женщинами всё более-менее ясно. Они не могут найти спутника потому, что вообще не умеют строить семейные отношения. Эзотерики называют это «венцом безврачия», психологи – комплексом Афины. Но в последнее время появилось достаточно много богатых, успешных мужчин, которые тоже никак не могут построить отношения с женщинами. В этом конверте фотография мужчины. Он богат, знаменит, успешен, красив. В мире шоу-бизнеса известен своими искромётными романами. Вы, уважаемые телезрители, наверное, уже жаждете разгадки. Но сначала наши магические эксперты должны определить, чья фотография находится в конверте и почему этот человек так и не может остановить свой выбор на какой-то одной даме сердца. И потом, впрочем, всему своё время. Денис Холодницкий, известный среди эзотериков как «тёмный маг», сразу чувствует – от конверта идёт мощная мужская энергия. И очевидно, что у этого человека может быть много разнообразных женщин, с которыми он может пробовать начинать отношения. Иногда неуспешно, иногда успешно. Но так или иначе, я не думаю, что этот человек однолюб. Кто же этот знаменитый красавец-сердцеед, который просто ещё не встретил свою вторую половину? Он выглядит, видимо, очень хорошо. Довольно молодо. Он какой-то необычный человек. Видимо, у него тоже какие-то свои способности есть, да. Возможно, у него борода какая-то есть. Борода. Но вижу, что одинокий. Вижу, что есть дети, есть женщины. Сто процентов нет брака. Вывод Дарьи Мироновой неутешителен. В долгие отношения этот человек, скорее всего, не вступит никогда. Я констатирую, что у человека, кто здесь, в этом конверте, есть, ну, скажем, порча на одиночество, или мы называем одной из разновидностей, Венеца безбрачия. Человек, чьё фото было скрыто в конверте, весьма удивился такому вердикту. Венец безбрачия для меня это понятие очень условное. Человек сам себе придумывает. У него возникают фобии. Он становится в сомнении, он становится мнительным. Ему кажется, что вот ему не повезло, что вот у него... И он зацикливается на этом. И начинается жизнь строиться вот так, как он себя как бы закрутил. В принципе, наличие плохой семейной кармы, как причины неудач в личной жизни, популярный художник не отрицает. Если у тебя есть действительно какие-то родовые последствия, нужно их исправлять. Ходить в церковь, делать благие дела. Помню Морозко, помните, когда он... Хорошо старушка была слепая, он говорит, давай, довезу учетка. Какой ты милый красавец. А он медведь. Я думаю, и любая карма исправляется. Как это ни парадоксально, но одинокими чаще других остаются очень красивые люди. Психологи, напротив, видят в этом некую закономерность. Красивым девушкам гораздо тяжелее, как мы знаем, создать семью. Потому что им с детства внушают, что ах ты такая королевичная, тебе нужен только принц. Вот, соответственно, иллюзорная завышенная планка, да, тоже венец безбрачия. Если он, конечно, планкой поставил, что у него будет только принц, и она будет ждать этого принца, то принца можно не разглядеть даже, как бы, не то что в толпе, а среди своего окружения. Да, принц, он может быть такой завуалированный. В поисках завуалированного принца или принцессы надо полностью поменять обстановку, считает художник Ника Сафронова. Поменять район, город, изменить что-то. То есть у тебя что-то не так идет, ты должен что-то сделать другое. Или заменить работу, ну, сделать ее так, чтобы она тебе нравилась. Может, уехать в деревню, завести себе корову и жениться на доярке, и жить счастливо. Психологи утверждают, если человек сознательно не хочет отношений, он обязательно увидит пену на воде. Признак венца безбрачия. Даже если этой пены там нет. Лично мне кажется, что этот псевдодиагноз – такая удобная отговорка для самого себя. Зачем я буду работать над собой? У меня же все равно венец безбрачия. Это было агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Гибель Че Гевары. Неужели смертный приговор команданте подписали ЦРУ и КГБ? КПСС очень плохо на самом деле относились к такого рода партизанским действиям. Кого боится? И где прячется культовый писатель Виктор Пелевин? Я Пелевин очень хорошо понимаю. И зачем в России изобрели таблетку против секса? Наш продукт позволяет ставить некую форму защиты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...